Омыт, очищен, обработан Иисус, хотя мы знаем, что Он был безгрешный, но тем не менее, какие интересные атрибуты, какое интересное сравнение, вот как ягнята эти готовились к принесению жертвы, точно так же и Иисус Христос, точно так же и Иисус. И как раз вот когда Он родился, родился именно в этом помещении или пещере, это так же, знаете, наталкивает еще на одно размышление, что Иисус, Он родился, знаете, в каменной пещере, и Он был и погребен в каменной пещере. Иисус, Господь Бог, которого никто не достоин до сего дня, правда, и мы недостойны, который был совершенно безгрешен, Он пришел на землю, родившись, ну не в хлеву, конечно, да, и часто вот эта картина, она неправильна, что там коровы мычат, свиньи, не свиньи там, ну еще там, козы, этого не было, животных там не было, это помещение было пустое. И Он родился в этой каменной пещере и похоронен был, тоже в каменной пещере, да, и пелены, вот эти пелены, они присутствовали и при Его рождении, и потом, когда мы уже видим, что, когда Иисус воскрес, сказано, что пелены, особенно плат, который одевался на голову, он был аккуратным, сложен, то есть это все было оставлено, Господь вошел в святую святых, как когда-то заносился агнец, святая святых кровью кропилась крышка ковчега, то же самое сделал Сын Божий, только окропил своей кровью, вот именно святая святых, пролил свою кровь за то, чтобы было прощено все человечество, да. Поэтому до сего дня, это, конечно, кажется тайно, почему, как, что, но когда заглядываешь в историю вообще Израиля, когда заглядываешь просто в историю вот этих, как бы их традиций, обычая, то понимаешь, почему именно таким образом, почему не как-то там, знаете, Господь там пролил гнев, там наполнил, может быть, какой-то, я не знаю, сосуд там, я не знаю, кровью, чтобы, нет, вот было именно так, потому что Господь, Он верен своим законам, и как раньше приносилась вот эта жертва, Иисус точности все исполнил, только в отличие от того, что Он был человеком, Он был Сыном Божьим. И вот этот Вифлеем, Вифлеем Ефрафа, да, это действительно, это вот плодородное место, дом хлеба, который накормил нас всех. И эта кормушка, это вот, скажем так, поилка и ясли все в себе сочетало. Знаете, точно так же мы должны помнить, что когда мы совершаем вечерю, мы как бы приходим к этим яслям, мы приходим к этой кормушке, и мы напитываемся телом нашего Господа. Мы насыщаемся им, да, мы насыщаем нашу душу, мы опять-таки в покаянии приносим грехи, оно дает нам утешение, оно дает нам исцеление. И поэтому не пропускайте причастия никогда, это очень-очень важная вещь вообще в жизни христиан. И следует сказать, что действительно в Иисусе исполнились все пророчества, все пророчества. Следующее — это Его приход, это Его второе пришествие на землю. Но у меня к вам вопрос. Мы сегодня говорим о рождественской истории, мы говорим о рождении Иисуса Христа. Когда впервые в Библии мы можем читать о истории рождения Иисуса? О том, что Иисус придет на землю. Кто знает, где в Библии первый-первый самый раз написано? Исаия. Так, Исаия. Еще. Моисей сказал, что придет пророк. Так, уже ближе. Еще. Самое первое. Так сказали, в Твой Адам. Или как там? Еще ближе. Вы знаете, что история рождения Иисуса вообще впервые была предсказана в Бытие, 3 глава, 15 стих, когда Бог сказал Адаму и Еве, что родится ребенок, и этот ребенок сокрушит голову змею, который соблазнил Еву, который принес грех в мир и привел к проклятию, которое привело вообще к исчезновению как таковых отношений человека и Бога. И это было самое первое, что предсказано о рождении Иисуса Христа, 3 глава Бытия. И мы видим потом множество пророчеств, которые говорили, что девственница родит, да, где родится, вот в частности, про Вифлеем, о том, что пастухи придут, и мудрецы, это все было опять-таки предсказано. И ни в одной Личности мира это не осуществилось, как только в Иисусе Христе. И это, знаете, это так славно, это так замечательно, когда ты вот это вот понимаешь, и когда действительно наш просто разум, наша душа, она насыщается этой истиной, насыщается этой истиной. И вот это место в Вифлееме, которое вот эта вот возвышенность там, где пастухи присматривали, смотрите, эти пастухи, они пасли, пасли овец, и как здесь в Писании написано, что, давайте мы сейчас почитаем про пастухов, это сказано у Луки, как же пастухам было подтверждение и сказано. Я думаю, что Израиль настолько ждал прихода Мессии, они все знали Писание, а эти пастухи, они не были какими-то, знаете, грязными оборванцами, которые там нечем было делать, как только подпасти где-то там чьих-то овец. Это были посвященные люди, и они знали о том, что было пророчество, что вы пойдете и найдете младенца, лежащего в яслях. В яслях именно вот в этой каменной кормушке, в этой каменной кроватке будет лежать младенец. И это было нонсенс, потому что никаких младенцев вообще в каменные кормушки не ложили в Израиле, у них были специальные колыбели и так далее. Ну вот мы видим Лука, давайте мы откроем, апостол Лука, и это, получается, вторая глава с шестого стиха. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице, да и не надо. Вот действительно Господь все предусмотрел. И дальше восьмой стих. И вот вам знак. Смотрите, внимание. То есть, опять-таки, вот пастухам явление, ну куда им идти? Несмотря на то, что как бы город мал, ну попробуй ты найди, где это, что находится. Но как ангел им мудро сказал, что знак будет следующий. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. А это уже были термины совершенно знакомые для пастухов. Они понимали, что эти ясли, они стоят только вот в этих вот башенках, и они знали, что такое пелены. И они, наверное, все эти башни в окрестностях, они знали наперечет. Поэтому им не составляло труда найти Иисуса. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышнем Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марии Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. То есть, конечно, Мария знала, что это необыкновенное дитя, дитя Божье. Но услышать это от незнакомых людей, которые пришли, и пришли потом и мудрецы, для них это было еще одно подтверждение. Еще одно подтверждение. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своё. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. Интересно, вы знаете, что Иисус, он родился в эти ясли. Но потом мы знаем, что он рос, как обычный ребёнок. И рос, может быть, со своим братом двоюродным Иоанн, Иоанн Креститель, который потом встали. И то, что Иисус родился, им был положен в эти ясли, то, что он был как Агнец, скорее всего, что это утверждение сопровождало его всю жизнь. И интересно, что потом, когда Иоанн Креститель крестил на Иордане, мы видим его слова, когда он видит приближающегося Иисуса, и он говорит, «Вот Агнец Божий, вот Агнец, который призван взять грехи всего мира». Вот это слово, когда говорят «Агнец», «Агнец Божий», мы теперь понимаем, почему именно так называют Иисуса. Мы понимаем, откуда идут все эти сравнения. И вы знаете, мы знаем, что действительно то, что сделал Иисус Христос, то, к чему мы с вами приобщились, для нас это произвело эффект в жизни колоссальный, это дало нам прощение, спасение. Но также это является огромное утешение для Израиля. И на самом деле очень как бы все прискорбно, что многие люди до сих пор имеют закрытые глаза. Потому что все пророчества, которые были сказаны, что Иаков получит утешителя, что придет царь, придет вождь, и сказано, он будет пасти овец дома Иакова. И всех народов, которые придут поселиться в этом доме, все это исполнилось в личности Иисуса Христа, Мессии. И, к сожалению, у многих-многих евреев закрыты еще глаза. И сказано, интересно, что у Израиля больше не будет слез. Не будет слез, когда вот именно будет принят этот Агнец Божий. Но мы должны молиться, конечно же, и слава Богу за тех евреев, кто уверовал в этот факт, кто принял, нашел своего Мессию. Поэтому действительно это колоссальное событие. Это колоссальное событие. Мы празднуем Пасху и Рождество. И это действительно два таких праздника, которые очень-очень важны для нашей веры. Поэтому в Иисусе Христе, в Его Личности, исполнилось все, что было сказано от бытия и до последнего пророка. То, что это действительно будет тот, который поразит змея в голову. Тот, который освободит Израиль. Который освободит всех людей от греха. Все это исполнилось в Личности Иисуса Христа. Поэтому давайте мы дадим Ему за это славу. Давайте мы встанем и помылимся. Господь, дорогой, мы благодарим Тебя, что Ты пришел в этот потерянный мир. В этот мир, который устал от греха, от войн. Ты пришел явить Собой утешение. Ты пришел явить Собой прощение. Ты стал той жертвой, которая приносилась в Израиле только лишь раз в год, в день искупления. Но Ты искупил мир от греха вечно. Но, Господи, никто, никто не может насытиться, если не вкусит хлеб. Точно так же, Боже, Ты никого насильно не притягиваешь к себе. И пока мы, Господь Божий, не осознаем и не придем в Твой дом хлеба, и не увидим младенца, который был рожден на спасение всем людям, и не вкусим этого хлеба, спасение не произойдет. И, Господи, сегодня наша молитва, Господь, о наших близких, наших родных, обо всех людях земли, которые еще этот хлеб не вкусили, чтобы они так же, Господь Божий, пришли к Тебе и узнали Тебя близко. Благословляем Твое имя. Благословляем Тебя. Ты Царь наш. Ты Спаситель наш. Ты Искупитель, Господи, всех наших грехов. Благодарим Тебя. Славим Тебя. Поклоняемся Тебе, Господь Божий. И молим Божия, чтобы этот мир, он пришел в дом хлеба, в Вифлеем, он насытился Тобою и узнал весть о спасении. Слава Тебе, Господь. В Иисусе Христа мы молились. Аминь. Аминь. Церковь скажет аминь. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу за этот прекрасный праздник. Праздник Рождества, праздник освобождения, прощения, прихода нашего Спасителя в этот мир. Окей.